В России впервые выявлен вирус омикронштамма коронавируса кентавр. По информации Роспотребнадзора, все пять случаев заражения новым вариантом были выявлены в Москве. При этом заболевания протекают у пациентов в легкой форме и ни один из них не госпитализирован. По словам ученых, кентавр считается еще более заразным, чем свой предшественник. Однако вызываемая им болезнь крайне редко протекает в тяжелой форме. Симптомы нового вируса не отличаются от того же омикрона или любого другого простудного заболевания. Часто это повышение температуры, сухой кашель, головная и мышечная боль и слабость. Кентавр заражает верхние дыхательные пути, но, к счастью, практически не попадает в сами легкие. Тем самым не вызывает острого течения болезни. Самое главное, он содержит, смотри, конечно, как считать, 36 мутаций в С-белке. То есть это шиповидный белок, как раз отвечающий за то, как вирус связывается с клеткой и проникает в нее. Ну, для сравнения, первые штаммы, там, альфа, бета, там, дельта, они имели гораздо меньшее количество мутаций, то есть меньшее количество мутаций на весь вирус, чем кентавр только в одном белке. Впервые его выявили в Индии, но на то он и вирус, что быстро распространился на другие страны. Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Австралию, Германию, Канаду и Россию. Ученые отмечают, кентавр действительно распространяется по всему миру, но не с той скоростью, с которой разрастались дельта и омикрон, которые за 2-3 месяца вытеснили все остальные виды. Тем не менее, Всемирная Организация Здравоохранения призвала страны принять меры из-за новой волны. За последние 6 недель отмечен высокий рост заболеваемости в России. При этом не все регионы спешат вернуть ковидные ограничения. Так, власти Санкт-Петербурга и Калужской области порекомендовали жителям своих регионов носить маски в общественных местах. Осенью всегда наблюдается всплеск сезонных респираторных заболеваний. Ну, то есть, условно говоря, все начинают простудить или грипповать. Это связано с тем, что люди выходят из отпусков, дети возвращаются в школы, в детские сады и, соответственно, плотность контактов людей резко возрастает и создаются оптимальные условия для распространения вирусов. Ученые предполагают, что кентавр все же не служит большой угрозой для населения. Однако наличие мутации в С-белке делают вирус более устойчивым к иммунитету, который выработался в ответ на вакцинацию или ранее перенесенные заболевания, вызванные иными штаммами коронавируса. Карина Саяхова, Универньюс.